Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем интервью с пастором Ярканат. Что делает нашу жизнь особенной? Что выделяет ее из череды прочих судеб толпы людей? Это, наверное, какие-то яркие моменты, что-то значительное, может быть только лишь с нашей точки зрения, а может быть и с точки зрения окружающих. Что произошло яркого в жизни этого служителя, он рассказывает в этой капле. Знаете, как был Лазарь в Писании, есть, которого Иисус Христос воскресил, и там написано, что он ходил рядом с Иисусом, и многие люди приходили посмотреть на Лазаре. Наверное, знаете, вот все то, что Бог еще в откровении написано так, что кровью агнц и словом свидетельства своего. Я, кстати, очень не люблю свидетельства. Не знаю почему, но когда кто-нибудь свидетельствует или даже просит, то у меня всегда такое неоднозначное, потому что всегда надо говорить, хочется сказать о Боге, но в любом случае ты разговариваешь о себе или о ком-то. Но я точно знаю, что сегодня свидетельство, которое Бог сегодня дал мне, оно сегодня, знаете, яркое, сильное, мощное, и действие его оно такое, и я очень рад, что оно есть в моей жизни. Почему? Потому что мне на многие вопросы просто даже не надо отвечать. Те люди, которые знают меня и знали там некогда другим, сегодня они во мне видят другое, и сложно сегодня казахам приходить ко Христу. Очень сложно. Но есть две категории, которым это легко. Первая категория – это моя категория. Почему? Потому что на мне уже все мои родные и близкие поставили крест, и мне даже бабушка моя, она всегда видит меня, когда встречает ей больше 80 лет, она говорит, ты ходишь к своему Богу. Я говорю, да, она говорит, смотри, ты не оставляй его. И это вот то, что я думаю, ну, они видят, вот просто видят Бога и его действия вот в моей жизни. И вот это оно, я думаю, что оно-то меня всегда… Я просто сам даже удивляюсь, как это произошло. Почему? Потому что немыслимое количество рецентров медицинских, государственных, религиозных, отсутствие даже, то есть закрытое состояние, то есть когда ты там находишься в местах лишения свободы. Ничего не помогало. Ничего. Просто вот так вот Бог коснулся, и, ну, я думаю, это сегодня вот так. Это ярко. Мы начинаем новый такой сериал «В капле». Я назвал его условно «Простые люди». И мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей, каждому, кто смотрит сейчас меня, принять в этом участие. Мы с вами, включая интернет, телевизор, мы смотрим больших, великих проповедников, людей, которые занимают определенную позицию. Они высказывают свое мнение по богословским вопросам, по вопросам жизни, веры, церкви, взаимоотношениям и так далее. Мне бы хотелось предложить вам, простым людям, простым христианам, высказаться. Возможно, у вас есть что-то наболевшее, какие-то откровения, какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать другим. Вы считаете, что это действительно важно и может принести пользу другим людям, как верующим, так и неверующим. Поэтому, если у вас есть желание, напишите мне, и мы обязательно снимем минимум одну-две программы с вами.